Добрый вечер! Меня зовут Ирина и сегодня мы поговорим о сексе с физиологической точки зрения. Французы называют оргазм маленькой смертью, целью растворения собственного я. Также они называют, что это способ прервать связь с миром. Как вы думаете, сколько должен длиться нормальный половой акт? Ну, ваше мнение, пожалуйста. Как говорил Павел Хуэль в одной из двух книг, 11 минут. 11 минут. У кого еще какие-то варианты есть? Ну, все же это делают. Сколько нормальный половой акт? Ну, примерно там. Всю ночь. Всю ночь. Хорошо. Я смотрю, варианты есть только у одной девушки. Все остальные тихонько молчат. Половой акт должен длиться столько, чтобы оба партнера получили удовлетворение. И сегодня мы разберем некоторые физиологические особенности человеческого организма, для того, чтобы вы могли лучше понимать своего партнера, и результат был всегда успешным для обоих. Мы часто говорим, что мужчины и женщины разные, как две планеты — Марс и Венера. На самом деле мы такие разные. Давайте это обсудим. Принципиально половые рефлексы у мужчины и у женщины, они схожи. Половое поведение человека состоит из нескольких этапов. Первое — это формирование мотивации, поиск полового партнера, ритуальное поведение и половое взаимодействие. Ну и как результат родительские функции по сохранению потомства. Ну, этого мы сегодня касаться не будем. Поговорим поэтапно. Первая стадия — это формирование мотивации, так называемого либидо. Эта стадия начинается еще глубоко в детстве. Все, что вас окружает, все, что вам нравится, все, что может быть для вас романтичным, все откладывается на уровне лимбической системы, которая и определяет в дальнейшем, что для вас является сексуальным. Следующий этап — это поиск полового партнера. В уже более зрелом возрасте поиск полового партнера происходит на вашем подсознании, вы этого даже не понимаете, но он происходит методом подбора этого человека под тот идеал, который сформировался на уровне лимбической системы и начал формироваться еще в детстве. Гормоны в этот момент, они не определяют, ну, в этот период жизни, они не определяют направленность влечения, они определяют только его степень и силу этого влечения. Следующий этап — это половое поведение, у кого как получается, ну и как результат — половое взаимодействие. Ну, мы существа социальные, и именно это делает нас самым сексуальным видом. Мы одни из немногих, кто сношается ради удовольствия. Единственный принцип, который лежит во всех этих этапах, которые мы только что разобрали, это принцип непрерывности жизни. Мы удовлетворяем свою главную потребность в конечном итоге — это воспроизведение. Так поговорим, что же это такое, это необычайное сладострастие, и почему так по-разному его ощущают мужчины и женщины. И вот вы встретили того или ту неповторимую, и ваша лимбическая система определила все для вас сексуальное в этом человеке. Любовь, морковь, этому мы касаться не будем, и перейдем сразу к более примитивному, но не менее приятному. Гормоны молнией и громом ударили вам по голове, причем в прямом смысле этого слова, направляясь прямо к гипоталамусу. Все сигналы от анализаторов, которые в этот момент очень обостряются, особенно эротизированным является для мужчины зрительный анализатор, а для женщины — слуховой. Это может быть голос любимого человека, может быть какая-то музыка. Для кого-то из женщин это будет просто тишина и приятная обстановка. Итак, все сигналы из головного мозга, от рецепторов, от внешних раздражителей направляются по спинному мозгу, направляются в поясничный отдел, в крестцовый отдел спинного мозга, где находится так называемый эрекционный центр. Сюда сигналы могут поступать, вот то, что мы описали из головного мозга, этот путь называется нисходящий. Либо могут также поступать и от самих половых органов, это то, что мы называем эрогенной зоной. У мужчин это самая сильная эрогенная зона, это головка полового члена, в меньшей степени мошонка. У женщин это клитор, половые губы, это соски. Ну, у каждой эрогенной зоны это уже более индивидуально. Итак, все сигналы поступили в этот эрекционный центр. Вот она здесь находится. И там формируется возбуждение, которое направляется обратно к пещеристым телам полового члена. Мышцы, которые были сокращены, прошу прощения, они как бы растягиваются. И обеспечивая кровенаполнение артерий, артерии кровенаполняются, венозные, вот мы видим, как артерии кровенаполняются, венозные синусы также кровенаполняются, в них повышается давление. Венозный отток при этом становится почти невозможным. То есть кровь поступает, а отток крови почти невозможен. И за счет этого и происходит эрекция. Что происходит в этот момент в организме женщины? Ну, в первую очередь матка. В физиологическом состоянии матка, она как бы создает угол между телом и шейкой. И получается вот, ну как бы, называется это антифлексия. Ну, это неважно. Во время возбуждения матка как бы приподнимается кверху, обеспечивая таким образом лучше поступление спермы в матку. То есть становится легче процесс обладотворения для организма. Что еще происходит в организме женщины? Половые губы увеличиваются в поперечном размере в 2-3 раза за счет отека. Увеличивается также и гиперемируется, краснеет нижняя стенка влагалища. Сейчас будет у нас клитор. Это самое интересное. То, что клитор, он как аналог полового члена, он точно так же, его пещеристые тела крови наполняются. Вот этот клитор, он увеличивается и удлиняется. Он становится более доступным для эрогенного воздействия. Таким же способом увеличивается точка G или точка Графенберга. Это тот же клитор, но по строению, но на передней стенке влагалища. Он также увеличивается, он становится более доступным тому же эрогенному воздействию. То есть очень важно, чтобы все эти процессы произошли на стадии возбуждения. Женщина должна быть готова к следующей стадии. Все ее органы, они подготавливаются к этому, чтобы это было комфортно. Ну, понятное дело, то, что увеличивается грудь, происходит эрекция соска, обоих сосков, железы вырабатывают смазку. Что происходит? А, забыла сказать, что эрекция и для мужчины, и для женщины является функцией парасимпатической нервной системы. Два слова об этом страшном слове парасимпатии. Есть симпатическая нервная система, есть парасимпатическая. Вот издревле так завелось, что симпатическая нервная система, ее работа обеспечивает адреналин-гормон. И когда стресс, когда человек голодный, он хочет кого-то ударить дубинкой, он хочет кушать, любая стрессовая ситуация — это адреналин, это симпатическая нервная система. Когда человек покушал, он спокоен, он может отдыхать, он может поспать, он может расслабиться. Это парасимпатическая нервная система. Так вот, любые раздражители со стороны симпатической нервной системы могут значительно ухудшить эрекцию, либо привести к ее отсутствию совсем. Поэтому симпатическая нервная система — это могут быть шум за окном, это могут быть какие-то нерешенные вчерашние проблемы. Нужно не забывать об этом, то, что при стрессе человек физически, его организм не способен к возбуждению. Первая стадия — это, запоминаем, парасимпатическая нервная система. Следующая стадия — это фрикции. Думаю, все понимают, что это, не будем останавливаться подробно. Во время фрикции при раздражении механо-рецепторами полового члена влагалище приспосабливается к половому члену. Образуется так называемая оргостическая манжетка за счет расширения верхней трети влагалища и сужения нижней трети влагалища, что препятствует вытеканию спермы из влагалища. И тем самым обеспечивает дополнительную стимуляцию нижней трети влагалища, половых губ и клитора, который в этот момент уже подтягивается назад и внутрь. Ну, матка в таком же состоянии остается немного приподнятая. Обратите внимание, что это то, что происходит на стадии фрикции. То есть все предыдущее, что мы говорили, должно произойти до фрикции. Женщина должна быть готова к этому взаимодействию, иначе если эту стадию пропустить или укоротить ее, то за счет того, что половые органы, они не готовы, влагалище не готово, женщина будет чувствовать боль. Это дополнительный стрессовый фактор. Это опять же симпатическая нервная система. У женщины будет просто вырабатываться доминанта в голове, что это больно. И на подсознательном уровне у нее будет блок. Не только, не даже только на оргазм, а на малейшие какие-то сексуальные взаимодействия. У мужчины в этот момент, в принципе, все остается стабильно. Усиливается эрекция дополнительная из-за стимуляции. Ну и бульбоуретральные железы выделяют тоже так называемую смазку, но в меньшей степени, потому что комфортность полового акта обеспечивается в большей степени, конечно, женской смазкой, так как ее больше. Мужчин это не так выражено. Яички подтягиваются кверху. Итак, мы подходим к главной стадии нашего доклада. Это оргазм. Оргазму сопутствует помутнение сознания, раскованность поведения, нарастание неуправляемых эмоций. И вот наша фаза возбуждения была. Это фаза фрикции, так называемая плата, когда, в принципе, одинаково идет сексуальное возбуждение. И во время фрикции нарастание этого возбуждения приводит к пикообразному возрастанию вот этих всех ощущений, то, что мы называем оргазмом. Это пик сексуального возбуждения. К этой схемке мы еще вернемся, поговорим. Так, что происходит во время оргазма у женщины? Во-первых, регулируется все в коре головного мозга. От половых органов сигнал идет обратно сначала в наш эрекционный центр, потом по спинному мозгу поступает снова в головной мозг и через все отделы проходит к самой коре. И анализируем оргазм. Мы уже в коре головного мозга. Во время оргазма женщина изначально все ощущения могут исходить из влагалища, от клитора, от матки реже, от промежности. Все это обуславливает то, какой оргазм в последующем будет ощущать женщина. Это зависит от того, какая зона раздражается сильнее. Это анатомические особенности. Поза или анатомические особенности, в принципе. То есть та область, которая становится доминирующей и отдает самый сильный сигнал. И женщина начинает чувствовать ритмичные сокращения гладкой мускулатуры. И это и обеспечивает самую сильную степень оргазма. Но почему же у мужчины, в принципе, по тому же пути происходит оргазм, но они получают оргазм после каждого полового акта. А для женщины это становится такой большой проблемой. Есть один маленький секретик, который помогает мужчинам не заморачиваться насчет расслабления. Во-первых, им намного легче абстрагироваться от этих стрессовых факторов. Многими исследованиями доказано, даже после стресса мужчина почему-то возбуждается намного быстрее, чем женщина, потому что ее возбудимость снижается в разы. Так вот, поговорим о том, почему же у мужчины с этим проблемы реже бывают. Стадия оргазма у мужчины совпадает со стадией эмиссии и эякуляции. Объясняю, что такое эмиссия. Эмиссия это когда начинает сокращаться гладкая мускулатура семи выносящего протока, вот этот проток, который идет от яичек и до предстательной железы. Вот начинает сокращаться гладкая мускулатура семи выносящего протока и ампулы, что стимулирует выброс спермы. Вслед за этим сокращается мышечный слой простаты и семенных пузырьков. Выделяется простатический сок и семена, и жидкость. Все это выделяется в мочеиспускательный канал. Здесь оно смешивается, образуется сперма, которую мы видим в конечном итоге. И вот тот маленький нюансик. Семи выбрасывающий канал. Это на уровне предстательной железы такой маленький каналец, который изнутри выслан волосковыми клетками. Именно эти волосковые клетки и улавливают ток семенной жидкости. Чем больше семенной жидкости, тем быстрее улавливают эти волосковые клетки этот сигнал. И отдают сигнал на эрекционный отдел. За счет этого происходит ощущение переполнения органов. Также отдаются сигналы на ритмичные сокращения полового члена, что позволяет вытолкнуть сперму наружу. Вот выталкивание спермы наружу – это уже стадия эрекуляции, то есть семяизвержения. Вот этот маленький такой сюрпризик, который помогает мужчинам не заморачиваться о получении секса. Единственный момент, что чем меньше объем семенной жидкости, тем менее яркие ощущения. Таким образом, когда идут несколько половых актов с маленькими перерывами, не успевает образоваться достаточное количество спермы, и ощущения становятся с каждым разом менее яркими. Что я хотела подвести, какой итог в конце всей этой лекции, ради чего я, в принципе, вам это все рассказывала. Вот этот график – это среднестатистический график. На самом деле этот график у каждого свой. Какая женщина получает там два оргазма, какая три, какая один оргазм. Это все очень индивидуально. Но суть этого графика в том, что здесь выравнивается получение оргазма у мужчины и получение конечного оргазма у женщины. Достигается это тем, чтобы не забывать про те фазы, которые проходит каждый из нас в течение полового акта. Да, у мужчины это немножко короче, значит, кому-то надо немножко больше терпения. Помнить о том, что не должно быть никаких стрессовых факторов для того, чтобы женщина могла спокойно возбудиться. Фаза возбуждения в любом случае у женщины немного длиннее, чем у мужчины. Поэтому это нужно принимать во внимание. На стадии фрикции помнить о том, что организм должен быть уже готов к фрикциям, а не давать дополнительный стрессовый фактор в виде боли. От этого лучше никак не станет. И по поводу оргазма. Почему оргазм у женщин часто множественный? Потому что, когда начинается оргазм, у многих женщин может быть даже кратковременная потеря сознания, почему французы и называют это маленькой смертью. Либо у некоторых женщин начинается истерика, у каждого своя реакция, но очень часто женщины приостанавливают фрикции для того, чтобы восстановить свои функции. И уже на следующую волну женщина может дойти до этого пика. Как мужчине с этим справляться? В принципе, мужской множественный оргазм – это тоже не из области фантастики. Есть много упражнений для того, чтобы подкачать лобково-копчиковую мышцу. Есть всякие восточные науки о том, как мужчина может получить множественный оргазм. Суть в том, что сперма начинает выходить, и вот эти волосковые клетки уже раздражаются. Мужчина получает уже удовлетворение, а начинает получать оргазм, но может сдержать эякуляцию. И вот в этот момент, если он сдерживает эякуляцию, он может на следующий раз повторно получить оргазм. Ну, не может, а получит. Ну, это дело тренировки. В общем, главная суть – это прислушиваться к своей половинке. И в течение какого-то времени обязательно выработается тот алгоритм, благодаря которому каждый половой акт будет успешным. Очень многое значит для женщины – это регулярность полового акта. Ну, для мужчины, конечно же, тоже, но сейчас хочу сказать о женском оргазме, то, что регулярность, она создает вот эту… У нас нет вот этих волосковых клеток, которые бы дали сразу сигнал об оргазме. У нас это все на уровне вот этой рефлекторной дуги, о которой мы говорили, нисходящий путь, и когда сигнал идет обратно. И вот когда половые акты регулярные, у женщины уже сформирована доминанта о том, что да, она будет получать удовольствие, ей легче расслабиться, ей легче получить удовольствие при постоянных регулярных успешных половых актах. Не могла не сказать, учитывая мою специальность, я не могла пропустить значение оргазма. Природа не просто так наградила нас этим процессом. То, что мы говорили, это то, что матка меняет свое положение. Легче становится заброс спермы в матку, в шейку матки. Образуется оргастическая манжетка, которая не дает вытекать сперме обратно. Ритмичные сокращения гладкой мускулатуры и толкательные движения таза и полового члена, тем самым они помогают как можно глубже продвинуть сперму, либо до заднего свода влагалища, либо даже отчасти в шейку матки. И все это та самая наша функция воспроизведения. Ну и хотела сказать, что успешные половые акты укрепляют семейные отношения, являются прекрасным профилактическим средством от нервных расстройств, полезны для здоровья в целом. Жизнь становится более насыщенной, яркой и одухотворенной. Любите друг друга. Юмор от моего мужа. Пока вы смотрели 15 на 4, в 600 окнах Одессы погас свет. Примерная статистика такая. Ну а почему он погас, решать вам. Либо снова деревья упали, или процесс воспроизведения. Спасибо. Вопросы? Если кто-то стесняется, мы можем раздать листики, каждый напишет свой вопрос. Да, пожалуйста. Можно немножко громче? Что все-таки люди друг по другу подстраивают. Если партнер какой-то постоянный, они физиологически подстраиваются друг по другу для большего, скажем так, удобства и эффективности, да? Да, вы про эргостическую манжетку имеете в виду, да? То, что организм женщины, он подстраивается под организм мужчины, да? Ну, конечно, да. То есть это, наверное, еще и на каком-то эмоциональном уровне выстраивается, да? Как-то балансируется эмоционально и на физическом. То есть все вместе подстраивается. Конечно, она будет подстраиваться под ваш организм, если она доведена до определенной кондиции. Если фаза возбуждения была полной, то во время фрикции, ну, это как подарок для мужчины. Женщина, ее физиологическая природа, она сама подстраивается под ваш организм. Сидеть это надо. Еще один такой вопрос. Насчет пары симпатических и симпатических систем. Если не ошибаюсь, мужчине необходим адреналин в какой-то мере. Правильно я понимаю вас? Абсолютно правильно. Но вы сказали, что только в стадии абсолютного спокойствия. Да, это первая стадия. Мы говорили, я прошу прощения, я не учла это сказать на слайдах, что первая стадия возбуждения возможно только при полной парасимпатической, при, как это сказать, при руководстве организм парасимпатической нервной системы. Адреналин и все остальные гормоны у женщины тоже вырабатываются. Но уже потом, на стадии фрикции, когда нарастает возбуждение. Понимаете? То есть на первой стадии, когда от нуля, можно сказать, до нарастания этого возбуждения, люди, не должно быть никаких стрессовых факторов внешних. А уже, одну секундочку, а уже после возбуждения, уже начиная со стадии фрикции, начинают вырабатываться гормоны, такие как адреналин, окситоцин, сиротонин. И дальше уже это включается симпатическая нервная система. Тут как бы два процесса. Ну, теоретически, какая-нибудь машина, парк или крыша дома, людное место, это стрессовое место. Наоборот, обычно... Смотря как вы это воспринимаете. Понятно, если вы будете стоять и бояться, и у вас будут трястись коленки, поверьте, у вас ничего не получится. У вас все получится, если для вас это будет какой-то кайф, если вы будете понимать, что вы сейчас получите хорошие эмоции, классное возбуждение, и тогда возбуждение будет возможно. Да. А секс после ссоры? Я думаю, что если бы женщина была в стрессе, то никакого бы секса после ссоры не было. Поэтому я думаю, что это происходит только по обоюдному согласию. Просто так, для вида. Знаете, существует такое явление... Что-что? Еще раз, я прошу прощения. Симпатическая... Закон, как в физике, короче, закон противодействия всегда рождается в данном случае. То есть, чем больше составляется, тем больше наоборот спокойствие вырождается. И потом, когда стрессовая ситуация падает, тогда вот сейчас именно на этот результат вырабатывает именно тот запас спокойствия. Мне кажется, этот закон немножко не действует в этой ситуации, потому что при выработке адреналина реакция симпатической нервной системы. Оно может быть кратковременное. Действие адреналина, оно достаточно кратковременное. Поэтому женщина может кричать, рвать, метать. Ну, вы же нас знаете. Это будет симпатическая нервная система. И в этот момент лучше не подходите. А вот через минутки-две, когда адреналин выветрится из организма, она немножко успокоится, тогда уже возможно возбуждение. Это кратковременное, в принципе. Все зависит от того, как человек к этому относится. Да. Как это все дело влияет алкоголь? Притупляюще. Ну, вообще притупляюще. Конечно, под действием... Вы имеете в виду единожды или постоянно? Вы имеете в виду единожды. Ну, то есть влияет таким... Я имею в виду не алкоголизм, как влияет на такие процессы. Состояние алкогольного опьянения. Ну, конечно, в зависимости от того, до какой степени алкогольное опьянение, потому что, в принципе, нормальное, да? Возбуждение возможно. Фаза возбуждения, наоборот, очень сильно удлиняется. Не за счет того, что тяжело возбудить, а за счет того, что вот очень длинная фаза... Сейчас, секундочку, я покажу на графике. Вот на этом графике. То есть вот эта фаза возбуждения под алкогольным влиянием, пожалуйста, она очень быстро нарастает и хорошо, но очень сильно удлиняется вот эта вот фаза плата. И вроде как возбуждение возможно, но сигналы поступающие, они притупляются. То есть притупляется нервная система, и поэтому нет сигнала на сокращение, ритмичные сокращения вот эти, благодаря которым у мужчины семяизвержение происходит, их нет этих сигналов, ну, вернее, не очень притуплены, и очень сильно удлиняется вот эта вот стадия плата. Поэтому кто выдерживает эту стадию под сильным алкогольным опьянением, тот и получает финал. Да. Вы сказали, что самоодец вырабатывает себе по себе идеал, прям никуда, можно сказать, без этого идеала, но если, например, мужчина, я бы не сказал, что удовлетворяется не идеалом, то это как-то влияет на половую акту? Ух ты, какой вопрос! Мужчина не идеалом удовлетворяется. Ну, смотрите, ну, не с какой-то же кракозяброй, все равно что-то его привлекает в ней. Мы не говорим о одном половом партнере. Я имела в виду, что поиск полового партнера, это не сразу конкретно вот этот человек, это мой идеал. Там вот на подсознании есть, что имеется в виду, откладывается. Например, запах какой-то вам понравился, либо вам нравились, я не знаю, девочки со светлыми волосами. И вы вот постоянно ищете, вы вроде не понимаете этого, но вот какие-то такие мелочи, которые вас привлекают. Вроде девушка не симпатичная, но что-то вас к ней тянет. Что-то вот на подсознательном... Поцелуй, например. Вы целуете с девушкой, и именно лимбическая система определяет для вас, а сексуально ли это для вас? То есть вот таким... Нету такого вот, что вот идеал и всё. Ну, по поводу ощущений, если это делать не с идеалом, честно говоря, даже затрудняюсь ответить. Наверное, не такие яркие ощущения, потому что, ну, наверное, все могут подтвердить, что когда это происходит с любимым человеком, то это совершенно другие ощущения, так как и другие эмоции... Ну, это больше такой ненаучный, больше такой психологический вопрос. Да. А почему пропадает сексуальное влечение к человеку, который ты до этого любил, а потом через 10 лет не стал хотеть? Любовь и помощь. Почему? Ну, вы мне такие вопросы, честно говоря, задаете. Не по физиологии. А на этом уровне вообще? Нет, это абсолютно не на гормональном уровне. Мне кажется, это больше... Ну, я тут могу сказать просто своё личное мнение. То, что не хватает остроты ощущений, не хватает вот этой фазы возбуждения. Очень часто, когда супруг смотрит, например, на супругу и думает, почему я должен её там 3 часа возбуждать? Жена моя всё-таки. Поэтому и как-то, например, даже женщина, родившая женщина, ей очень тяжело включить эту пару симпатику. Поверьте, очень тяжело, когда ты лежишь, например, и думаешь о том, что там в соседней комнате плачет ребёнок, на плите у тебя суп, а там ещё вот молоко, а ты забыла сцедиться, а там ещё подгузник поменять. И вот это вот всё, когда твоя половинка этого не понимает и требует только ответной реакции, чтобы всё было хорошо и прекрасно, и не работает над тем, чтобы тебе помогать, вот тогда, наверное, притупляются эти все эмоции, потому что снова же у женщины доминанта образуется, о том, что это не вовремя, это больно или вот что-то такое. Если прислушиваться к друг другу, то я уверена, что никогда не остывают эмоции. Просто нужен определённый подход к этому, да. Ну, дело в том, что это не на уровне человека, то есть у мышцей такая же ситуация, ну, эффект улицы, когда ему, когда одной мыши, которая уже был половой акт, садят, ну, дают ту же самку, ему это неинтересно, у него уже вообще нет сил, появляется новая самка, у него и появляется сил. Это не... Ну, я думаю, что организм просто считает, что эту мы уже оплодотворили, и дальше это нам не очень интересно. Он же не знает, что мы пытались всеми силами противодействовать оплодотворению. Ну, это уже вопрос полигамности, но не забывайте, мы существа социальные, что и делает нас самыми сексуальными. Мы не животные, и мы вполне управляем своими эмоциями. Мышка не может сделать разнообразие в половых отношениях мышонку, а женщина способна на это, простите. Мы сами можем разнообразить свои эмоциональные области и сферы. Поэтому я думаю, что всё в наших руках, да. В каком управлении эмоциями там идёт речь, если вот вы рисовали там рефлекторную дугу, она заканчивалась где-то в спинном мозге. Или я что-то не так поняла? Нет, нет, нет. Рефлекторная дуга заканчивается в коре. В спинном мозге, это на уровне крестцового отдела, находится эрекционный центр. Туда поступают все сигналы, но анализируется это всё уже на уровне зрительных бугров. То есть всё равно у нас немножко, ну, не так, как у животных это всё происходит, так как и структура мозга у нас немножко другая. Да. Я такой, не очень давно смотрел ТЭЦ, там какая-то учёная, они просто рассказывали про то, что заставить получить оргазм можно труп, причём без головы. Ну, там заставить получить оргазм можно труп, труп, может испытать реальный труп в лаборатории. Ну, это к тому, что оргазм возникает в голове, на самом деле это исследованием не подтверждено, потому что у трупа, у которого отсутствует голова, или там она прервана каким-то образом в позвоночнике, нервы, он всё равно может испытать оргазм в лаборатории. Молодой человек, я прошу прощения, но вы немножко путаете. Эрекцию и оргазм. Труп не может сказать, получил ли он оргазм. Мы можем вызвать у него эрекцию, раздражая корешки спинного мозга. Это эрекция. Но а как определить, что труп получил оргазм? Вот это не, ну, это разные. Эрекцию, да, мы действительно так изучали, обрезая на определённом уровне, например, там спиной мозг, на определённом уровне обрезали. Вот когда зрительные бугры удаляли в головном мозге по поводу вот этого вопроса, удаляли вот определённую часть головного мозга, вообще невозможно было никаких, ни полового влечения не было у особи, не было никаких реакций. То есть если на каких-то других этапах, то, ну, возможно, эрекция, ну, возможно, ещё что-то, память какая-то. Если остаётся голова, остаётся оргазм. Вот как-то так. А у трупа можно только эрекцию вызвать. Да. По специальности? Обучается гинекология. А эрекуляцию у трупа можно вызвать? Эрекуляция. Эрекуляцию вызвать, да, но не у трупа. Думаю, что у трупа это будет сложнее. Хотя, ну, в принципе, если недавние, там в яичках ещё остались сперматозоиды, то да, можно вызвать эрекуляцию у трупа за счёт поступления из эрекционного центра. Будут ритмичные сокращения мышц. Да. А бывает такое, что мужчина промахивается мимо влагалища, а женщина всё равно испытывает оргазм? Ну, вот это... То есть во влагалище не попадает ничего. Это называется обман. Это несправедливо. А женщина получает удовольствие скорее от уже... Потому что сигналы поступят... А? Ну, скорее всего, да. Он имел в виду, что в другое место промахивается. Вот я уверен. А, ну, там тоже... Мы же говорили, что оргазм может быть разный в зависимости от того, какую зону мы возбуждаем и какая зона становится доминирующим. Я просто задела более традиционные зоны, такие как клиторальный оргазм, влагалищный, ну, промежностный, в принципе, да, возможный оргазм. Это проще есть. Бывает, что при промахе проще женщине испытать оргазм. Я просто не совсем понимаю суть слова промах и куда именно промахнуться. Тут молодой человек предположил, что немножко ниже, чем во влагалище. Поэтому я рассказываю, что да, возможен и анальный оргазм. Вы же об этом? Почему возможен анальный оргазм? То есть это не орган размножения. Там есть мышечный слой, те же ритмичные сокращения, тут там есть нервный... Как же не орган? Прямая кишка тоже орган, там есть же те же нервные сплетения, очень много нервных сплетений, сосудов там еще больше, и поступает приток крови. Приток крови при возбуждении ко всем органам малого таза. Поэтому вот какой вы сможете раздражать и какой вы сможете сделать доминантой, такой оргазм и будет у женщины.